всем привет сегодня у нас вот такая большая посылка здесь у нас пульт давно смотрел всякие видео с квадрокоптерами как народ летает на гоночных и заметил что все летают на с пультом таранис вот загорелся покупкой тараниса он дорогой 230 там 250 долларов обычно стоит вот начал искать где подешевле обыскал там и алиэкспресс и всякие там бен гуды gearbest и и в итоге нашел за 209 получилось у меня долларов с доставкой эмэсом пульт не пришел за неделю или даже может не за 6 и всего за 209 долларов в общем то вот он таранис так значит как я это как это все получилось на самом сайте которым я покупал это fox stitch и пиви с него у меня уже есть шлем вы видели да я покупал в общем то неплохой шлем тесты будут или уже были наверное я думаю вот так же я там уже покупал тартовский мини квадрокоптер который мне очень нравится я сейчас мне кажется даже мой основной квадрокоптер на котором я летаю вот и зашел на этот сайт смотрю короче таранис там по самой дешевой цене в общем даже на алиэкспрессе он дороже стоит вот получилось что без всяких скидок таранис стоил двести девятнадцать долларов вот я поковырялся поискал посмотрел и нашел еще купончик на пять процентов с помощью этого купончика я получил еще скидочку и в итоге я купил за двести восемь долларов там что-то 999 центов таранис вот он ко мне приехал я доволен в эту стоимость уже входит доставка эмэсом то есть эмэсом там да можно выбрать фидексом эмэсом дпд вроде в общем мне кажется очень клевое предложение значит что у нас комплекте есть зарядка для аккумулятора который идет уже в комплекте есть вот такой не знаю хомуток на шею с надписями таранис портской вот и с коленом для того чтобы прикрутить его к аппаратуре чтобы отцентровать его когда она висит на шее также в комплекте идет у нас передатчик x8r вот поддерживающие из баз и все остальное так передатчиком обратно кладем и сам таранис так а еще идут перемычки две штучки и вот он таранис слушайте но он такой увесистый прикольный прикольный так кнопочка включение у нас заклеена какой-то каким-то скотчем оторвать легко сказать нелегко сделать так чтобы прилипло включаем все работает поднимите все так а что теперь не так ему не нравится все вроде файл сейф говорит почему файл сейф ладно давайте посмотрим что из себя представляет наш таранис сейчас немножко приближу и так это аппаратурка по весу где-то наверное килограммчик не меньше сзади нас есть возможность ставить другие передатчики приемники до которые будут работать с вашими с вашими передатчиками сзади нас есть разъем под наушники или еще что-то и мини usb также у нас есть с правой стороны гнездо для зарядки аккумулятора то есть аккумулятор не надо будет вытаскивать и в общем то наверно все внутри у нас стоит аккумулятор должен стоять на 2000 миллиампер до 2000 миллиампер аккумулятор вот никелемагниевый также у нас здесь опа вытаскиваем также у нас здесь есть флешечка на флешечку как я понимаю залита прошивка и всякие звуки которые вы сейчас слышали когда мы его включаем на 2 гигабайта так флешечку обратно подключаем наш разъемчик в общем то что у нас вот здесь вот есть разъем для зарядки это очень даже удобно получается нам не надо будет каждый раз вытаскивать аккумулятор чтобы его зарядить закрываем ручка железная слайдеры слайдеров кстати такой прям четкий есть центр его прям чувствуется когда мы ведем они плавные во первых а во вторых вот я веду еду и вот оп я знаешь вот этот центр и вот так вот такой прям щелчок там не взял как будто западает куда-то там и дальше потом идем то есть центр определить вообще будет очень легко так же с этой крутилочкой значит свечи свечи у нас раз-два 3 4 8 штук значит давайте по свечам пройдемся здесь у нас свитч с отскоком здесь трехпозиционный свитч здесь нас тоже трехпозиционный это у нас тоже трехпозиционный свитч тоже трехпозиционный и один двухпозиционный в общем на аппаратурке практически все трехпозиционные свитчи один с отскоком и один двухпозиционный в общем на этот можно поставить арминг например а на этот бипер чтобы искать квадрокоптер если он улетит так антенка у нас не съемная но есть видел мануалы как поменять антенку на другую еще раз включим посмотрим что там с файл сейфом так значит здесь у нас менюшка как дисплейчик до который показывает нам громкость время заряд аккумулятора модель и еще какие-то параметры кнопочка page меняется здесь у нас есть как мы видим монитор слайдеров наших и свечей в общем все показывается так следующий page у нас телеметрия как я понимаю здесь у нас должна быть опять мониторинг наших свечей и всего остального и опять первое первый наш экранчик если честно сейчас это все выглядит как-то слишком синим я думаю надо будет поискать выбрать какой-то другой другую подсветку так по слайдерам ой по слайдерам по стиком стики плавненькие хорошие мне нравится левый стик с трещоткой не знаю как это будет слышно такая трещоточка там стоит не знаю насколько это удобно по щелчкам все равно я не смогу определить где центр где не центр еще что я заметил если я не трогаю стики сейчас экранчик погаснет у нас вот если я трону стик он опять загорается это тоже не очень хорошо надо будет это отключать в общем дальше я буду изучать ранец и наверное может быть запишу мануальчик как тут что работает как тут что делать клевое предложение ставим лайки подписан наш канал подписываемся на нашу группу вконтакте в общем следите за наш жизни нашего канала значит ссылочку оставлю под видео и купончик тоже всем пока